Сила воли – это сила духа, гласит один из плакатов рождественского состязания. В спортивно-зрелищном комплексе сегодня собрались бойцы-рукопашинки от 7 до 17 лет. Все участники разделены на 7 весовых категорий. Обязательное условие – каждый спортсмен должен заниматься в секции не менее двух лет. Турнир «Рождественская звезда» – это добрая районная традиция. Проводится уже в пятый раз и неизменно пользуется популярностью у подмосковной молодежи. Это соревнования в Московской области, где, как говорят в спорте, обкатываются молодые люди. Тренеры смотрят, кто имеет какие перспективы и отбирают сильнейших. К участию в соревновании допускаются как опытные рукопашники, так и новички. Хотя, глядя на некоторых юнцов, дебютантами их назвать сложно. Платон Овсяников приехал в Одинцово за медалью, уже имея за спиной несколько побед. Я сюда приехал за победой и за золото. Серьезно настроенные ребята из Балашихи во время боев внимательно следят за будущими соперниками, чтобы успеть вовремя осуществить свой коронный прием. Я хочу сделать один болевой. Болевой рычаг локтя. Армейский рукопашный бой предполагает слово «армейский». То есть в будущем, возможно, ты пойдешь куда? В армию. Ты готовишься к этому? Ну да. Турнир «Рождественская звезда» проводится при поддержке Федерации армейского рукопашного боя Московской области и Кубинского спортивного клуба имени русских богатырей Андрея Осляби и Александра Пересвета. Руководитель клуба Артур Букс – выпускник богословских курсов. Закалять волю, тренировать силу и укреплять дух, по мнению наставника, возможно только в православной традиции. Клуб при храме Тихвинской иконой Божьей Матери – это подворец Астражатского монастыря. Поэтому дети, мы перед соревнованиями стараемся на молебен служить. Зимой раза три-четыре ездим в купель, купаемся. Летом там попроще чуть-чуть. Ну, как бы стараемся вести здоровый образ жизни. Среди почетных гостей состязания клирик Георгиевского собора Семен Бондарь. В прошлом тоже спортсмен. Армейский рукопашный бой в Одинцовском районе развивается весьма активно. В Одинцово тренирует Ярослав Пильник и специалисты клуба «Альфа-единоборство». А в Кубинке действует несколько секций. Рождественский турнир в Одинцово – это не просто обкатка молодых спортсменов, но и возможность для ребят ощутить себя единым целым, с сильной, крепкой дружиной, готовой защищать родину, как это делали русские богатыри Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok